Сейчас в гостях Игорь Васильчук. Это депутат прошлого созыва. Мне написали бывший депутат. Да никакой он не бывший. Это просто депутат прошлого созыва. Депутатов бывших не бывает. Поэтому Игорь, есть у нас гость. Да, Игорь, привет. Игорь, я напоминаю, дорогой, что у нас... Привет! Да, привет, привет. У нас гость... Значит, всем нашим гостям я напоминаю, что более 70% наших зрителей находятся на территории Российской Федерации, поэтому географические украинские названия и имена украинских политиков, если упоминаются, то тогда нужно дополнительно давать информацию, в каком контексте они упомянуты. Нашим зрителям не так легко, как украинцам, разобраться. Первый вопрос, конечно, Буча, Гастомель, а еще же будет Бородянка. Вот то, что весь мир увидел. Мир ужаснулся. Вот оказывается, русский мир выглядит вот так. Оказывается, вот это Россия сейчас несет своим соседям и... Вот это Россия хочет принести в Польшу, в Прибалтику, в страны Балтии, в Молдову, в Казахстан. Вот это трупы, убитые дети, женщины, расстрелянные, безвинные. Стреляли всех, собак, детей, стариков, мужчин, всех. Вот это лицо русского мира, от которого мир ахнул. Вот скажи мне, ну как? Как вообще после этого можно вообще говорить о какой-то русской культуре, русском мире, русской миссии? После этого нужно посыпать голову пеплом и как немцам сто лет искупать вину. Что делать теперь русским? Смотри, Сергей, ну, во-первых, я бы разделил, как бы это ни выглядело, с одной стороны цинично, а с другой стороны процессуально, да, то есть, потому что в любом случае все эти преступления против человечности не документируются, будут передаваться правоохранительными органами, прокуратурой, полицией и будут передаваться в суды, в том числе международные. Так вот, я бы разделил на две категории. Это украинцы, которые были убиты на улицах Бучи, Гастомеля, Ирпеня, просто потому что они вышли туда не так и тому подобное, просто стреляли людей как зайцев. И вторая категория, что более намного цинично и более жестокое преступление, это казни, это позасудебные казни. И в Буче мы столкнулись и задокументировано как минимум два случая позасудебных расстрелов. Это, кстати, характерно для Советского Союза, для Москвы, НКВДисты как стреляли? Вот приблизительно так, как в санатории, в этом, где вчера пять человек, пять украинцев, было найдено тела, которые со связанными руками в зад головы были застреляны, в затылок. Это, конечно, страшное преступление, но я, допустим, с первого дня начала войны, я обзванивал своих друзей, тех, которые и близких, знакомых, тех, которые оказались на временно оккупированных территориях, те, которые были под угрозой действий ДРГ, обзванивал и просил не ночевать дома. Почему? Потому что коллаборанты, такие как Царев, такие как Кива, и их пособники мелкого масштаба, составили списки, расстрельные списки украинцев. Это общественные деятели, это политики, это культурные деятели, это вообще все, кто имеет активную какую-то гражданскую позицию, которая расходится с так называемым русским миром, о котором ты говорил. Такие расстрельные списки были составлены по Киеву, по Киевской области, практически по всех населенных пунктах Украины. В связи с этим можно утверждать, и я думаю, вчерашняя статья, которая появилась на РИА Новости очередного пропагандиста российского, вот это все в комплексе с расстрельными списками дает возможность утверждать, что геноцид по отношению к украинцам, то есть уничтожение по этническому признаку Российской Федерации готовилось еще до полномасштабного вторжения. В Москве существовал и существует, ну там у них сейчас свои внутренние между башнями разборки, так называемый украинский центр, куда входили представители ФСБ, ГРУ, Минобороны Российской Федерации, служба внешней разведки российская, представители. Весь комплекс силовиков, которые занимались украинским направлением, туда же входили коллаборанты, которые сбежали в Москву, это именно они составляли эти списки, они до этого занимались в том числе террористической деятельностью на территории Украины и готовили полномасштабное вторжение, которое состоялось. Ну и подводя итог под твой вопрос, скажу так, существует инициатива, я ее поддерживаю, и я, пользуясь случаем, обращаюсь к действующим народным депутатам Украины, действующим парламентариям, о необходимости внесения закона, которым будет запрещено на территории Украины называть страну агрессор России и всем, что связано с Русью. Это Московия, она не имеет ничего общего с Русью, есть только Киевская Русь, другой Руси не было. И прецеденты в международном праве есть. Украина должна прекратить использовать свое топографическое название по отношению к этой недостраде. То есть Московия, Москвины, как было, так и должно все вернуться. Они в свое время украли у нас нашу Русь, а потом еще под видом так называемого русского мира пришли нас убивать. Они не имеют ничего общего ни с Русью, ни с чем. Это москвины, и они должны так называться, и это надо закрепить законодательно. Да, друзья, смотрите, я думаю, что, конечно, историческое название москвитов в Московии, которое до Петра Первого было распространено в Европе, это исторический факт. Скажем, это уже царские реформы, когда, собственно, было изобретено слово «Россия», но мы не историки. Я рекомендую нашим зрителям просто посмотреть в интернете, чтобы разбираться в этом вопросе, потому что действительно историческое название «Россия» появилось, грубо говоря, после Петровских времен. До этого действительно было название «Московия». И когда Жириновский или остальные рассказывают байки, что не было никакой Украины, это чистейшее вранье, потому что есть карты европейские, французские, немецкие, где абсолютно четко написано «Украина». Естественно, Ленин не изобретал Украину, это бред путинский, это просто чушь. Украина была достаточно давно, и я еще хочу сказать, что поскольку нашим российским зрителям достаточно тяжело понимать многие украинские слова, то Украина не имеет никакого отношения к окраине. Это тоже инсинуация, потому что край – это страна, краина – это государство, сербско-крайна – это сербское государство. То есть сербы не называют себя зажопьем, они называют себя государством. Сербско-крайна – это сербское государство, краина – это государство по-славянски, А слово страна это татаризм, который зашел в русский язык. Слово страна пришло от монголо-татар. Поэтому край это славянское слово. А стр, вот этот вот останавливающий коня на скаку звук, никакого отношения к славянской речи не имеет. Если россияне называют себя страной, ну наверное это как бы в честь уважения к монголо-татарскому игу, которого кстати тоже, если посмотреть в историю, в общем-то не было. Потому что Александр Невский был одним из угнетателей русского народа, а совсем не героем. Он уничтожил русских, убил их собственноручно вместе со своей дружиной, больше чем это сделали так называемые монголо-татары. Но эта часть истории запрещена в России к изучению, равно как в России запрещено к изучению факт пакта Молотова-Риббентропа, когда Советский Союз вместе с гитлеровской Германией начали Вторую мировую войну. Вторая мировая война была начата союзниками, Гитлером и Сталином. Советская армия и вермахт вместе начали Вторую мировую войну. Ну собственно как войну сейчас начал российский вермахт, который оказался, конечно, хваленым, многовенным. Извините за деньги российских налогоплательщиков, вместо армии построили никудышнее дерьмо. Оно умеет убивать мирных жителей, это правда. Но когда сталкивается с украинской армией, бежит сверкая пятками и оставляя горелые трупы и технику. По поводу списков. Я уверен, что в списках, которые действительно подготовили, обязательно должен быть и Игорь Масичук. Потому что я вот когда увозил семью из Киева, мне один из высоких чиновников службы безопасности Украины сказал по телефону, что ты должен свою семью забрать обязательно, потому что они планируют окружать Киев. Поскольку ты живешь в пригороде, Киев они, конечно, не возьмут. Но вот пригород говорит, просто в списке ты есть точно, поэтому забери детей. Поскольку ты после операции воевать явно не сможешь, после операции на сердце, то, говорит, просто уедь с детьми. В этих списках есть, кстати, Илья Пономарев, который является как бы нашим коллегой по нашему каналу. Потому что Илья Пономарев единственный депутат Государственной Думы, который не проголосовал за аннексию Крыма. За это он стал личным врагом Путина, конечно, он есть в списках. Конечно, в списках, возможно, есть там и Тарас Березовец, потому что он занимает патриотическую проукраинскую позицию. И вот это вот НКВДшно-гестаповское стремление к спискам, к уничтожению оппонентов только за то, что у них другая точка зрения и есть фашизм. То есть, арашиско-фашистская, вот это вот, ну, не знаю, там, ну, это не республика, это, не знаю, я уже знал слово страна. Вот страна, вот это вот с привкусом монголо-татарщины. Поэтому мой вопрос, у меня все-таки, как бы, программа поярка в ньюс, я тоже могу порассуждать, я могу порассуждать на уровне с гостем. В этом преимущество моей программы. Скажи мне, пожалуйста, Игорь, а что вообще русские делают в Москве, какого хрена они там находятся? Ну, они же понаехали. Где, где? В Москве, русские в Москву понаехали. Там должны жить, ну, коренные жители, это чеченцы, дагестанцы, ну, макша, туркмены. Вообще, что понаехавшие русские забыли в Москве? Чего они лазят по этому метро, по Красной площади? Чего они вообще забыли, понаехавшие русские, которые в Москву понаехали? Ну, как бы так, вопрос от противного. Ну, изначально возвращаясь к геноциду, я думаю, что так как нас смотрит много людей на территории Российской Федерации, то я бы хотел исторически еще один факт, который они навряд ли прочитают в своих учебниках привести, что первый геноцид москвины совершили против новгородцев. То есть первый геноцид, уничтожение за этническим признакам, был совершен московским государством против Новгорода. И большое количество, ну, больше 50% новгородцев были просто загеноцидены. Это возвращаясь к прошлому вопросу. Что касается понаехавших. Смотрите, всю компанию, самый большой пиар, ихнюю военную компанию, вторжение в нашу национально-освободительную войну, с ихней стороны идет пиар в чем? Каких подразделений? Кадыровских. Это этнические подразделения. Почему они их пиарят? А потому что эти освоебы загнали москвичей и там вообще, как они называют, россиян за синие горы. Они просто, тотально их наказывают, грабят, обкладывают данью и тому подобное. По сути, Путин, москвичей, отдал под кураторство и сбор Дани, Кадырову и его компании. Кстати, очень такой интересный момент. Уже когда началось прямое вторжение, где-то там через несколько дней, в Москве был задержан Артур Денис Султанов, так называемый, которого называли личным киллером Кадырова, который стрелял тут, должен помнить эту историю в Киеве, в Амину Акуеву и Адама Осмаева, потом его долго судили в Киеве у нас, потом его поменяли. И он вернулся туда, в Российскую Федерацию. Так вот, в Москве его арестовали за то, что он киданул русского на какую-то там, ну, в рублях серьезную сумму, я честно, ну, там, в миллионах, но это в рублях, и они сильно в их курсе разбирались. Вот это показатель, что кадыровцы нагибали, нагибают москвичей, тех, кто считает себя россиянами и так далее, и так далее. И они действительные хозяева Москвы. Они действительные хозяева жизни в Москве, в Питере и тому подобное. И сейчас, для того, чтобы показать, что это не зря этому народцу, им показывают тиктокерские вот эти бои, снятые для тиктока, то с воздухом, то с пустым домом, которые снимают эти шакапы. Но, как показала практика на фронтах и под Киевом, и особенно в Мариуполе, никто их не боится. Это они так называемых русских наклонять могут. А украинцы их не боятся. Наоборот, даже соревнования, кто больше отстрелит этих тиктокеров. Вот весь ответ. То есть Путин сместил акцент, и русские, так называемые россияне, москвины, не имеют никакого влияния даже в собственной столице. Над ними с нагайками ходят кадыровцы, с них снимают дань и тому подобное. До каких пор будут терпеть они? Ну, если они одобряют агрессию, участие, то, что кадыровцы идут убивать украинцев, братьев славян, как они говорили? Ну, не знаю. Более того, знаешь, опять же, о понаехавших, ну, уже появились абсолютно такие версии конспирологические. В связи с тем, что собственную идеологию русского мира, русскую культуру, русский язык, все, что связано с Россией и Российской Федерацией, так как убил Путин в Украине, не убивал никто, он в построении антироссийских настроений в Украине, он перевершил всех украинских националистов вместо взятых. Вот мы 32 года этим занимались, Путин это за месяц сделал. Так вот некоторые мои знакомые уже говорят, так может он немецкий шпион, может он завербован, потому что так уничтожить все, что связано с РФ и в Украине, это надо постараться. Во-первых, я бы хотел тебя поправить, если мы уже говорим по-русски, то по-русски правильно говорить не москвинцы, а все-таки исторически это называется московиты. Есть такое слово московит. Вот когда не было слова русский, то было слово московит, такое слово существует. Если мы посмотрим словари Даля, Ажегова и остальных, то слово московит, оно присутствует. Ничего стыдного в этом слове нет. Так до того, как царь Петр решил переименовать собственную страну по собственному хотению, так собственно называли людей по местности. Вот была Киевская Русь, а были московиты. Ничего обидного ни в том, ни в том названии нет. Ну, как татары же не обижаются, что их называют татары, правильно? Ну и московиты не должны обижаться, что их исторически называли московитами. В слове московит нет ничего обидного. Что касается кадыровцев, я с тобой абсолютно согласен, потому что в России, я бывал в Москве, какое-то просто суеверное отношение, такое ужаса к кадыровцам. Как-то вот там понимают, что кадыровец может дать по морде в метро, оскорбить, плюнуть, ограбить, и ему за это ничего не будет. Вот, да, действительно, кадыровцы в России Путин им поставлены над законом. Это специальная такая каста для чмырения россиян. Россияне очень живенько чмырятся. Что же касается украинцев, правильно говорить, украинцев, а не украинцев, украинцев, что касается, это по-русски правильно говорить, украинцев, вот. Что касается украинцев, то наоборот у нас кадыровцы вызывают живейший интерес, причем совершенно отличный от того, которого они вызывают в Москве. У нас, наоборот, поджарить свежие кадырятинки, это просто особая доблесть. Наши все подразделения мечтают, я уже не говорю про подразделения имени шейха Мансура, потому что у нас есть, скажем так, дудаевцы, то есть настоящие чеченцы, которые представители гордого народа Нохча, которые обязательно добьются о независимости, Ичкерии. Кстати, я думаю, что Ичкерия после падения Российской империи территориально очень сильно расширится, по понятным причинам. Так вот, у нас, наоборот, именно кадыровцев стараются встретить и с ними схлестнуться в бою. Это особая доблесть, помочить кадырятину. Интерес к кадыровцам в Украине чрезвычайный. Ну, и, собственно говоря, у нас очень много есть видео и фотоматериалов вот этой горелой кадырятиной, которые пришли сюда, получили по суслам и, поджав свои мохнатые хвосты, позорно убежали. Вся Украина знает, все украинцы знают, что кадыров трус и лгун, потому что он не был, на самом деле, под Киевом. Нашли место, где в Белоруссии он снимал вот эти видосики. То есть он все-таки побоялся сюда приехать, понимая, что это не перед московскими телками хвостом крутить, как умеют кадыровцы, это не убивать безоружных мирных жителей. А здесь есть украинская армия. И как раз именно с военными, как раз именно с воинами вся эта чмырливая кадырятина и боится сталкиваться. Кадыровцы великие герои в борьбе с мирными жителями, с журналистами, блогерами, правозащитниками. Да, как трусливая кадыровская мразь боится сталкиваться с воинами. И украинцы это очень хорошо понимают. Кадыровцы могут из-под тяжка замочить немцова, безоружного. Выстрелить ему в спину. Это суть кадыровцев. Они не чеченцы. Они вообще не чеченцы. Они кадыровцы. Они позор чеченского народа. И поэтому кадыровцев у нас принято в Украине хоронить в свиных шкурах. У нас есть как бы у вооруженных сил договора с бясокомбинатами. Поэтому кадыровцев принято хоронить в свиных шкурах в украинской земле. Наверное, поэтому кадыровцы как-то очень нервно относятся к участию в военных действиях. И предпочитают не воевать в Украине, а чмырить россиян на российской земле. Право чмырить россиян на российской земле кадыровцам подарил Путин. Поэтому, дорогие россияне, когда вы слышите, как кадыровцы чмырят русских, спасибо Владимиру Владимировичу. Это его замысел, его идея. Это, пожалуй, единственное, что у него получилось сделать хорошо. Отдать русских на растерзание кадыровцам. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь? Ведь мне кажется, что Россию надо прежде всего спасти от России. Вот от кого русских надо спасти, так это от русских. В первую очередь. Никто не представляет такой опасности русским, как русские. То есть для России приговор это сама Россия. Нет более опасной страны для России, которая ее так разрушает, чем сама Россия. Вот это вот имперскость. Вот российская имперскость, которая убивает российская и русскость. Сергей, я глубоко убежден, что это наша национально-освободительная война, в которой, как ты правильно подметил, берут участие представители других народов. Это и батальон шейха Мансура, где настоящие новщи чеченцы воюют. Это и батальон Кастуся Калиновского, где настоящие белорусы воюют. Это иностранный легион, где воюют за Украину представителем многих народностей. Это даже попытки создать так называемую русскую освободительную армию. Я считаю, что это наша национально-освободительная война. Она может закончиться только одним. Военным поражением Российской Федерации, в результате которой это недоразумение будет геополитическое, расчленено. Украина потребует территориальных репараций в виде этнических территорий. Это Кубань, Дон, Белгород, Курск, Воронщина. Будут созданы национальные государства, такие как Ичкерия. А Таганрог? А Таганрог? Чехов сказал. Украинский город Таганрог. Неужели мы сможем обидеть Антона Павловича Чехова, который назвал Таганрог украинским городом? Ну, по Чехову украинский город Таганрог. Это территория Дона и я считаю, что по результатам войны Украина должна претендовать на территориальные репарации, а не только на финансовые. И такая практика существует в мире очень давно. Это было после Первой мировой, Второй мировой. Более того, существование этого недогосударства несет угрозу человечеству. Поэтому финны вернут Карелию, японцы вернут Курильские острова, на территории Российской Федерации нынешней возникнет десятки государств разных. И эти государства смогут развиваться нормальным демократическим путем. Единственное, это победа Украины, это свобода народов, которые порабощены Российской Федерацией. Ситуация, что может и что дальше, что принесет спасти Россию от русских, но в том виде имперскости, в котором это существует сейчас действительно, это государство, недогосударство, не имеет права на существование. И повторю фразу Юрия Витальевича Луценко с более таким расширенным историческим аспектом. Мы тебя крестили, Москва, мы тебя и отпевать будем. Так не только скрестили, на самом деле, к большому сожалению, создание империи Российской это опять же творение дел рук наших украинцев. Это Град Безбородько, это Полетика, это люди, которые стояли Разумовский, это люди, которые стояли у истоков создания империи. Но с нее после Петра и после Екатерины был такой монстр возник, а с Советским Союзом У нас что-то случилось со связью. Что ж такое? О, ну, так, О, Игорь, мы видим и слышим, все вроде бы нормально. Да, с Советским Союзом, с Лениным, вот Путин говорит, что Ленин создал Украину, да нет, Ленин создал монстра, который уничтожал украинцев миллионами, ну и россиян не меньше, поэтому в данном случае этот монстр, дракон должен быть убит. Это миссия, это миссия Украины, миссия во многих отношениях и тому подобное, начиная от церковного вопроса, заканчивая культурным наследием и тому подобное. когда вот некоторые наши политики в своей антироссийскости, да, они начинают отказываться от наследия Гоголя, например, и тому подобное. Я всегда вступал в спор и доказывал, что Гоголь наш. Так, как описал Украину Гоголь, ну, я других писателей не знаю. И так, как вы смеял Россию Гоголь, тоже надо пойти поискать. поэтому мы должны забрать все наследие, которое предотвежит нам, А новое государство на территории нынешней Российской Федерации должны начинать строить свою, продолжать строить, начинать строить свою национальную культуру, свою идентичность и так далее, и так далее. Я согласен с тем, что, во-первых, ну, конечно, Путин и есть главный построитель анти-России, потому что такой ненависти к России, какую воспитал Путин уже во всем мире не смог добиться никто, пожалуй, только Гитлер по отношению к немцам смог добиться таких эмоций. Что касается Тараса Бульбы, самого знакового произведения, упомянутого автора, то мне доводилось в руках держать оригинал, это первое издание Тараса Бульбы, у меня есть знакомый, у которого есть шикарная коллекция, и там нету никакого упоминания о русском народе, вот это последующие издания, которые уже были переписаны специально по указке российской власти, где Тарас Бульба говорит про русский народ, это уже было сделано из-под палки, потому что Гоголя поставили в ситуацию, когда он был вынужден покориться силе и давлению, ничего, ни про какой великий русский народ в речи Тараса Бульбы в первом издании не было, потому что Гоголь никогда не считал, что Россия может превалировать над Украиной, и я сейчас процитирую Медведева из свеженького Медведев, тот самый российский полупрезидент, сказал, начало цитаты, глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, это и есть один большой фейк, этого явления никогда не было в истории и сейчас не существует. Давайте рассмотрим этот совершенно идиотический спич. Во-первых, слово Украина появилось на картах до того, как появилось слово Россия, и это факт. Слово Украина на картах для обозначения территории уже существовало, слово Россия было изобретено достаточно через продолжительный период времени. Кто такой Медведев, чтобы определять, равно как и Путин, право нации на самоопределение. Вот не было американской нации. Ну, попытались англичане что-то там, ну, после бостонского чаепития вопросов о существовании американской нации не возникает. только клинический идиот может отрицать существование государства Америка, Соединенные Штаты и эта сформированная нация. Не было, случилось. У нас абсолютно обратная ситуация. У нас существовала Киевская Русь, что, собственно, и было украинской нацией. Потом образовалась Московия. Исторически в Московию высылали в том числе. Она формировалась туда, высылали всяких разбойников, пьяниц, проходимцев. Просто высылали ее туда. Ну, как бы, как-то кажут, в Украине свет за очи. И образовавшаяся, отпочковавшаяся от Украины Московия, теперь начинают отрицать факт существования своей прародительницы. Причем это происходит ну, не где-то там алкоголики собрались, напившись боярышника, да? Это происходит на уровне высшего руководства государства. И вот скажи мне, пожалуйста, не кажется ли тебе уместной аналогия, ведь Гитлер, Геббельс, Гиммлер, они были мистиками, они верили вот в эти руны, в это, была там такая мистическая, совершенно идиотская организация Ананербе, где они собственно занимались оккультизмом. То есть Путин, Медведев, Жириновский, вся вот эта шушера, вся эта шваль. Ведь то, что они говорят, то, что они несут, это фактически гитлеровский оккультизм. Это высосанная из пальца какая-то мифология, которая за пределами реальности. Они по сути оккультисты, вот суть этого путинского режима, это же чистый оккультизм гитлеровского вообще толка. Сергей, знаешь, я думаю, что Путину, Медведеву и всей этой комарилье, даже этого оккультистов далеко, они создают вообще свой мир, своих иллюзий, в который, как в колбочку, помещают этот народец, этот народец свято верит и тому подобное. Ну, во-первых, я хочу сказать, что еще во времена Богдана Хмельницкого во многих документах и до него, и во время фигурировали русские князья Константин Иванович Островский, русские князья Вишневецкие, которые к России ну, никогда вообще в жизни не имели отношения. Константин Иванович Островский, победитель битвы под Оршей, разгромил москвинское войско просто на голову. Вишневецкий, который Ярема дважды побеждал московское войско. Богдан Хмельницкий во многих документах фигурировал как Круський Гетман. И они просто украли название, это то, что мы начинали передачу, я говорил, что надо вернуть историческую справедливость, потому что эти люди к Руси и к русским не имеют никакого вообще отношения. Но они создали, можно считать, оккультические, я считаю, это даже не оккультизм, это оболванивание, они создали параллельную реальность для своего народца, в котором почему-то Украину создал Ленин, а они наследники князя Владимира и так далее. То есть абсолютно перевернув все с ног на голову и самое главное, этот народец в это свято верит. Самое главное и самое страшное это то, что этот народец должен нести полную ответственность вместе с высшим военно-политическим руководством страны. Потому я и говорю о расчленении Российской Федерации. Потому что те, кто одобряют то, что происходит, а вот опросы показывают 70-80% поддержки на улице там с ними говорят, они должны также быть наказаны. Когда немцы освободили первый немецкий концлагерь в небольшом немецком городке забыл его название, они ужаснулись. Они ходили ужаснули все, и они не знали как действовать. Потом они взяли бургомистра, привезли туда бургомистра, член нацистской партии, тот говорит, да я же не знал, да все, его водили по баракам, и когда тот вернулся, он вскрыл вены, покончил жизнь самоубийством. После этого американцы сдали указ, что все жители этого города должны быть приведены в концлагерь и натыканы носом. Вот так же надо этих товарищей, которые называют себя россиянами, брать и тыкать носом в Бучу, в Гастомель, в Бородянку, в Мариуполь, в заминированную сегодня в Запорожской области больницу, в захваченный роддом в Ворзеле. Вот вот это надо тыкать носом просто, чтобы не рассказывали там Путин, что там фейк придумали, еще что-то, а просто брать за ухо и волочь туда и показывать. Вот. И когда вот говорят за переговоры, да, меня позиция немного ну не твердой украинской делегации немного волнует. Что я имею ввиду? Когда прошлый раунд переговоров был в Стамбуле, был нанесен ракетный удар по Николаевской обо администрации. Погибло больше тридцати двух людей. Ну, если бы я был членом делегации, главой делегации, я бы встал и сказал, что уважаемый президент Турции Эрдоган, который гарант этих переговоров был, мы покидаем поле переговоров и вернемся на него тогда, когда прекратятся обстрелы наших городов. А так как русская шваль была заинтересована в этих переговорах, то, соответственно, они бы уже что-то делали, и это была бы твердая позиция. Так само твердая позиция по Буче должна быть, четко по Буче, если они не признают геноцида, устроенного в Буче, о чем с ними разговаривать. Вот и все. А все вот эти реверансы я хотел бы напомнить там вот Мединским, Лавровым и же с ним русским, так называемым русским дипломатом, что в Нюрнберге Риббентропа повесили первым. Он, когда его вешали, он рассказывал о мире, что он ничего не хотел, он хотел мира, что он дипломат, он ни в кого не стрелял, но его повесили первым. Поэтому товарищам Лавровым, Мединским и же с ними надо готовиться, готовиться к тому, что они понесут полнейшую ответственность вместе с современными геббельсами, Соловьевыми, Скобеевыми и вояками, которые совершали военные преступления, они будут отвечать вместе. И дипломатов за то, что они делали, повесят первыми. Ну, честно говоря, я согласен, что есть дипломаты, которых надо вешать первыми, потому что я не буду с тобой спорить, ведь и Медведев, и Путин, и Лавров, и Шойгу, они прекрасно знают, что в Буче именно российские варвары убивали, насиловали, грабили, они в этом как раз не сомневаются. Они наводят тень на плетень и рассказывают байки своему населению. Сомневаются в правдивости этих, ну, только те, кто одурманены российским телевидением, и, конечно, предложение повесить Соловьева первым, ну, у меня находит жрейший отклик, главное, чтобы был приговор, но если какие-то неизвестные мстители, вот как израильтяне уничтожали бывших гитлеровцев, повесят Соловьева без приговора и суда, и следствия, у меня это не вызовет ни малейшего отторжения и расстройства. Потому что иногда бывают ситуации, когда совершаются преступления против человечности, когда есть право у родственников погибших все-таки справедливость восстановить внесудебную. Когда факт геноцида бесспорен, факт уничтожения нации очевиден и признан международным сообществом, собственно, государство Израиль показало, как это делается, и, ну, я вчера говорил там с одним замкомандира батальона, я уверен, что, поскольку списки личные данные всех, кто были в Буче, Гастомеле, есть на руках, то этих убийц ждет справедливое наказание, если до них не доберется судебная власть, ну, тогда это будет решаться, тогда это будет решаться, скажем, ну, так, как это будет решаться, но прощать им никто не будет. не власть, не власть, не власть, не власть, да, по Буче, по всему вот этому вот, в данном случае это даже не MH17, где нужно там доказывать, откуда летела ракета, траектория, как приезжал Бук, Берингкет, то есть, тамадди, по Буче все очень просто, по Буче есть снимки спутниковые по дням, вот здесь, видно, зашли русские варвары и начали появляться трупы, вот эти расстрелянные, убитые, это видно со спутника, то есть, труп достаточно большой предмет, его видно, ну, возможно, не в деталях, но потом, впоследствии, уже есть и съемки этого убитого, мужчины, там, убитой женщины, ребенка, это все потом на месте уже делается фотосъемка, но появление вот самого трупа фиксируется на протяжении всего месяца, пока была оккупация, и абсолютно четко видно, что именно во время оккупации россиянами Буче и появились эти сотни трупов, никаких, вот это, то, что, ну, придурочный этот Кива, ну, блин, эта лысая мразь, которая убежала, этот предатель и подонок, который убежал сейчас в Россию, ОПЗЖшная тварь, он рассказывает, что какие-то спецслужбы, что-то подбрасывали, Ми-6, это бред горячечный, на самом деле все это видно, все это очевидно, больше того, ведь каждый труп отдельно взятый имеет свойство по нем легко определить время, когда человек погиб, и есть спутниковые снимки, и есть фиксирование появления на спутниковых снимках, правдивость которых безоговорочно, то есть тут не надо, а вы докажите, это уже доказательство, это уже доказано, вот появился на второй, на третий, на пятый, на десятый, на одиннадцатый день оккупации, этот труп, этот труп, этот труп, потом международные эксперты приходят и видят сам труп, и труп подтверждает время своего появления, потому что процесс разложения имеет стадии четко определенные по времени, и спутниковый снимок подтвержден экспертной оценкой, сколько времени прошло с момента убийства, это совпадение двух доказательств в одно обвинение фактически является безоговорочным, здесь даже нельзя вот что-то спеть про распятого мальчика, а вы докажите, что это наш бук, ребята, ну, очевидно, что это ваша армия, очевидно, что трупы появились в результате вашего нашествия, и это вы убийцы, здесь на уровне международного трибунала уже все доказано, уже все доказано, мы по-моему, вот с твоей точки зрения, мы столкнулись с ситуацией, когда немцы вздохнули облегченно, то есть камень ответственности за первенство, за негодяйство, за фашизм, за Гитлера, как бы не то, чтобы упал с них, с их души, то есть акцент главных подонков переместился в Россию, из Германии, то есть немцы больше не ассоциируются? Абсолютно. Абсолютно точно. У нас немного времени, поэтому я постараюсь коротко, но, как говорится, аргументированно и инсайдом. Значит, во-первых, собранных оперативно-следственным путем материалов как минимум по двум состояниям на вчера, двум точкам преступлений, совершенных как умышленное убийство по засудебным расправам полностью доказано, собрана вся доказательная база. Это касается расстрела в подвале санатория детского, который показывали и расстрела убийства семьи сельского главы, старосты сельского. эти два преступления полностью задокументированы и доказаны. То есть, материалы по ним уже сегодня можно и будут направляться в суд. Более того, я думаю, что президенты, прокуроры, которые сегодня будут включаться в заседание Совета безопасности ООН, будут аргументированно показывать эти преступления. Возможно, до этого времени там шла работа еще по трем эпизодам еще будет подкреплена. И там не два совпадения, как ты говоришь, а там железнобетонные доказательства. Я общаюсь лично с членами следственной группы, прокурорами и полицейскими, которые этим занимаются. И я понимаю, что по вот этих эпизодах, о которых я говорю, полностью железнобетонные доказательства. Что делала вчера весь день Россия, Российская Федерация? Весь день их неботы вбрасывали какие-то фейковые истории про трупы из насилия, которые были взяты с других мест. Для чего? Чтобы дезувалировать позасудебные расправы, которые действительно имели место в Буче. Теперь по Киеве. Киева находится в Москве. Его кураторы ФСБ и ГРУ поставили его под охрану, охраняют его в Бымбел. По Москве он передвигается на бронированном хамере. Я видел это собственными глазами, могу сказать так. Потому что человек наш в Москве включал видеокамеру, когда Киева высаживался на один из пропагандистских каналов, был на связи и включал, будем так сказать. Поэтому я видел, как его охрана заходила, хаммер этот видел и так далее и так далее. Киева подонок, который помогал составлять списки расстрельные. Киева подонок, который занимается корректировкой. Он имел доступ в свое время до материалов нацполиции, военных, госбезопасности. Все это теперь он передает своим кураторам. Ну я уверен, что всю жизнь Киеву охранять в Бымбел не будет. Он перестанет быть рано или поздно интересен. И гнев Божий обрушится в том числе и на него. Что касается тех подонков и мразей, которые только что Подоляк написал, что 1200 военных преступлений, дай Бог, чтобы они были закреплены юридически, то что касается этих подонков, мразей, списки которых вчера Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало. Их буквально час назад начали снова вводить на территорию Украины. И я думаю, что мы имеем все возможности, не дожидаясь судебных процессов, не дожидаясь, не проводя спецопераций, просто их уничтожить. Конечно, было бы желательно действительно несколько командиров взять в плен для того, чтобы был международный трибунал и для того, чтобы была доказательная база против Лавровых, Путиных, Медведевых и так далее, и так далее, и так далее. Уже сейчас украинская власть, украинская общественность должны работать в двух направлениях. Направление номер один, это подготовка нового Нюрнберга над военно-политическим руководством Московии. И направление второе, это выявление всех военных преступников, которых мы будем доставать за примером Эйхмана после войны. Друзья мои, я думаю, что пример Эйхмана это знаковая вещь, которая обязательно будет практиковаться и я уверен, что энергии, сил, собственно, и средств на это будет достаточно, потому что, насколько я понимаю, это уже сегодня как бы предпринимаются практические мероприятия и этот процесс уже начат и он начат безвозвратно, то есть обязательно месть придет к убийцам это вне всякого сомнения, поэтому у убийц есть выход самим сдаться правосудию и получить срок. Если они не получат срок, они получат пулю, они получат все, что им положено. Наша программа закончена. Я прошу всех наших зрителей не забывать подписываться на наш канал. Игорю Масичуку огромное спасибо за этот час, который он провел с нами.